Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня изготовим очень уловистую приманку, которая называется Red Tag. Я нанес на крючок немножечко клея. Значит, в чем будет заключаться особенность изготовления этой приманки? Крючок я взял, вот, это не реклама такой фирмы, номер 16. И для того, чтобы не проскальзывала моя нить и дальнейшие материалы, я слегка промазываю цевьё клеем. Закрепим нашу нить, не доходя до загиба. И теперь нам с вами понадобятся те материалы, из которых мы будем изготавливать. В частности, нам понадобится или же кусочек шерсти красной, или, как вот, допустим, у меня, вы видите, есть вот такая для рукоделия из трёх прядей, чистая шерсть. Из неё мы изготовим хвостик. Берём, буквально подровняли совсем немножечко нашу шерсть, подтягиваем и закрепим. Я не буду изготавливать её несколько большую, но она должна быть у нас достаточно объёмная. Поэтому, вот как вы видите, если вы видите, что недостаточно у вас, допустим, красного хвостика, добавить можно или же переломать, переломить, или добавить, так как вот я ещё одну прядь нашей шерсти. Можно использовать кусочек кролика, шерсти крашеной, любой, которой, допустим, нам мех будет подходить. И теперь я натягиваю мою прядь и буквально вот слегка, заходя за загиб, ножницами отрезаю. Ножницы должны быть достаточно острыми. Всё вроде бы, как оно и было, и все в дальнейшем, допустим, все эти нимфы мы уже так изготавливали. Но на этом уже вся наша одинаковая работа, которую мы делали, заканчивается. У меня в бобинодержателе я показывал, вот специально имеется вот такие с керамическими вставками. Это вот намотана обыкновенная проволока, из которой производится обмотка трансформаторов, катушек, всевозможных материалов наших электротехнических. Диаметр её где-то 0,0,2. Подберёте для себя сами. Это уже, скажу вам сразу, не принципиально. Вот то, что у меня было на дроссельной катушке, я разобрал и для себя сделал. Всё. На этом все наши уже изыскания, которые мы с вами уже делали, закончились. Теперь мы будем изготавливать совсем по-другому нашу нимфу. Я подготовил вот такой пучок. Три, четыре, пять. Это вот ровно столько, сколько вам необходимо пёрышек павлина. Крепим вот такой накидной петлёй, подравниваем наши бородки. Естественно, перед этим мы с вами их подравняли, оторвали. Так как по-любому они у нас оторвутся. Почему я не изготавливаю сразу из проволоки, хотя можно точно так же сразу брать и изготавливать проволокой. Скажу вам сразу, вроде бы клей хороший, всё хорошее, но необходимо перед тем, как закрепить проволоку, пошкурить её наждачкой, дать пропитаться, высохнуть. Но не хочу я усложнять и без того простую нашу мушку. И теперь стараемся не сильно нагромождать наши материалы. мы должны с вами здесь сделать форму тела нашей проволокой, так, чтобы у нас была чечевицеобразной и хорошо обязательно промажем клеем. Давайте изготовим тело и потом продолжим. как вы видите, мы изготовили вот такой формы и нашу проволоку я оставляю там, где наша была пёрышка. Теперь я беру наше перо и обматываю нашу проволоку. На обмотку проволоки я нанёс хорошую каплю клея для того, чтобы моё перо ещё дополнительно хорошо схватилось с крючком. Проверено уже, даже если будет хорошо под травмировано нашей рыбкой, всё равно остаются те бородки, которые позволяют работать моей нимфе. И, как вы видите, вот, не стесняясь, мы выполняем, где один виток над другим делаем вот такое хорошее пышное объёмное тело. Слегка поддерживаем ноготком, так как перо будет пытаться у нас ползти, доходим до места, где мы должны с вами закрепить опушку. Значит, освобождаем теперь все перья, закрепим наши материалы и подготовим пёрышко. Перо обычно я использую, которое куриное, но вот, допустим, как вы видите, можно дальше продолжать изготавливать проволокой, можно не продолжать, поэтому я здесь дополнительно ещё вот так намотаю сколько мне необходимо и закреплю нить, которой я уже начинал работу. Следим за тем, чтобы не было нагромождения материала. Остатки все сразу удаляем. Значит, для пушки подойдёт перо любое, но мягкое. Значит, я вот вам специально так развёл бородки и показал. Они должны у нас или быть равны длине тела, несколько короче, или, будем говорить, доходить до середины хвостика. Тогда более-менее идеально у нас работает наше перо. мушка, мушка, которой уже, наверное, через две недели 300 лет будет, очень универсальна и работает практически круглый год для любой, хоть поплавочной, маховой, любой, матчевой удочки. Закрепили наше перо. Я, как обычно, опять добавлю немножечко клея, так как здесь была наша проволока. И хорошо подготовим место для опушки. Повторю, можно изготавливать и дальше всё это одной той же проволокой. Выберем для себя, допустим, один, два оборота. Это непринципиально. Почему? Потому что всё будет зависеть от величины вашего пера. Для меня приблизительно вот эти полтора-два оборота вполне достаточно. Я удерживаю в натяжечку перо, перекидываю катушку, перо не отпускаю. Перехватил и теперь только лишь, как вы видите, перо никуда не убежало. Я аккуратненько увожу все бородки назад и сформирую уже здесь головку. Значит, головка должна быть достаточно крепкая, хорошая и хорошо видимая. Мы выполняем с вами достаточно простой вариант этой нимфы. Можно добавить здесь и шарик вольфрамовый, латунный. В данный момент нам вот этой огрузки для рыбалки в заливах на небольшой глубине вполне будет достаточно. Ну и теперь удалим все материалы. вот, друзья мои, и все. Нанесли мы буквально капельку лака на место крепления нашей головки, закрепили все материалы. как вы видите, изготавливаются достаточно быстро. Значит, вы задавали неоднократно один и тот же вопрос, чем можно заменить перо павлина. Как я вам уже тоже неоднократно показывал, существует вот такой материал, который продается во всевозможных наборах. Они бывают разного оттенка, разного цвета, и черный, и под павлина, поэтому заменить можно только вот таким материалом. Мушка наша достаточно крепкая, неубиваемая, проверенная уже неоднократно годами. Пробуйте, экспериментируйте. Благодарю вас за внимание.